Удивлению не в пределах. Все туристы отдыхают в отеле Фараан Ариф 4 звезды, друзья. Welcome! Друзья, всем привет-привет вам из Египта, из солнечного-солнечного Шарм-Аль-Шейха. С вами, как всегда, Ксюша. Продолжаем дальше знакомиться с отелями Шарм-Аль-Шейха. Сейчас я нахожусь в Хадебе, бухта Рас-Ум-Эль-Сид. Друзья, кто узнает отель? Да, отель Фараан Ариф 4 звезды. Конечно же, мы будем знакомиться с этим отелем, с его концепцией, морем, заходами, питанием. В общем, друзья, со всем, что интересно нам, туристам. Каждые сутки проживания обходятся мне в 52 доллара. Ну что, друзья, поехали знакомиться? Итак, вот такой вот вход встречает нас сразу по прибытию. Кстати, трансфер забрал туристов в аэропорт. Вот вы посмотрите, какие фараоны. Вы посмотрите на эту красоту. Вот правда, не перепутаешь, что в Египте с Просоня никак. Интересно, автобусы все едут, едут. Вы видите, сколько, сколько туристов. Я прям вот, правда, я в шоке. Сколько трансфер, который приезжает, привозит туристов. И очень много трансфера. Это уже второй, который увозит туристов. Ну, отель, видимо, пользуется спросом. Будем смотреть, будем знакомиться. Итак, зашли мы, значит, с вами в холл. Вот здесь вот у нас ресепшн. Так, я приехала без десяти двенадцать. Вот мой чемодан я уже поставила возле креселка. И благополучно жду свое заселение. Да, друзья, я где-то уже здесь минут пятнадцать. Вот, осмотрелась чуть-чуть. Показываю вам, как здесь обстановка сейчас. Ну что, друзья, буду ждать своего заселения. И, конечно же, все. Это буду рассказывать вам. У меня уже ключ от номера в руках. Одели мне браслет. Заселили меня быстро. Буквально минут пять заселение. И все. Я минут пятнадцать подождала, пока очередь рассеется, разойдется. Значит, пока быстренько позаселяют отдыхающих, которые только приехали. Вот, и буквально пять минут, и я уже, да, и я уже вот иду в свой номер. Молодой человек меня проводит. Работник отеля Фарана Риф, четыре звезды, проводит меня в мой номер. Ой, как солнечно сегодня. Солнечно и очень-очень жарко. Друзья, попутно показываю вам. Попутно показываю вам, куда меня ведут. Итак, друзья, ну то, что заселение прошло, быстро это хорошо. Правда, заселили быстро. Это плюс. Вот. Я концепцию несу в руках и попутно буду показывать вам обстановку сейчас, территорию. Ну и, конечно же, знакомиться сама и также искать, где же здесь можно пообедать. Итак, показываю вам территорию. Ну, зелёная. То, что я вижу, да, территория зелёная. Пальмочки, посвятки, цветочки. Ой, они так... Ой, как они пахнут! Ой, как они пахнут, друзья! Я, по правде сказать, конечно, в шоке от номера. Я вам обязательно покажу этот номер. Делитесь в комментариях. Мне очень будет интересно, какие номера... Кто отдыхал, конечно, в отеле Фараана Риф, какие номера были у вас. Ой, какой мопед интересный! Машинка какая, похожая реально на мопед. Так, я не знаю, куда я иду. Вот, иду просто туда, куда идут люди. И вышла попутно, конечно же, показывая вам территорию, друзья. Ну, так, рассматривая, конечно, эти все здания и номера, я понимаю, что номера здесь одинаковые, видимо. Вот, ну, возможно, вот эти вот номера улучшенного типа. Не знаю, здесь чёрные не синие, значит, окна и двери, а чёрные. Возможно, действительно улучшенные. Мне кажется... Ну, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что это мои предположения, что здесь была реновация. Ну, реально, вы посмотрите, какие ухоженные газоны, деревья. Всё выстрижено, всё красиво. Ну, правда, за территорией следят. Это то, что бросается в первую очередь в глаза. Вот, это, конечно же, чистота. Ну, вот, совершенно другие номера, конечно же. Вот, совершенно другие номера. Здесь, оказывается, есть хорошие номера. Вот, хорошие номера. Ну, я так понимаю, что это те, которые вот ближе к морю. Так, ну, вижу бар. Посмотрите, прикольный бар. Вот, правда, я люблю вот такой вот стиль, вот эти вот соломенные крыши. Посмотрите, какая интересная конфигурация бара. Это пул-бар, скорее всего. Ну, давайте подойдём, познакомимся. Здравствуйте. Мохито есть? Пиноколада? Мохито? Что есть? Пиноколада или мохито? Мохито, да? Вы мне мохито делаете? Спасибо. Салфеточки пара, она брендированная, можно сказать. Спасибо. Спасибо большое. Так. Так, я всё же ищу, друзья, ресторан, либо снэк-бар, где можно покушать. Ну, и попутно знакомимся с территорией. Так, 180 сантиметров глубина. И такие вот столы стоят со стульчиками. Можно возле бассейна посидеть, почилить с коктейльчиком. Вот вам, пожалуйста, прыгать в бассейн. Деткам это нравится, здесь им будет весело, будет чем себя занять. Так, и вышли мы с вами не знаю куда. В общем, нужно интересоваться у людей, где здесь ресторан. Сейчас, друзья, я буду разбираться, потому что я первый раз здесь. Ой, класс. Я иду, любуюсь территорией цветами и показываю это всё вам. Так, ну здесь, я так понимаю, что-то нежилое какое-то помещение. Давайте. Подскажите, где ресторан покушать можно? Я правильно иду. Потом налево. Чуть-чуть дальше и налево. В общем, держаться левой стороны. Не, ну то, что территория чистая, это факт. Фараана Риф – это отель, напоминаю, с первой береговой линией. Четыре звезды, относительно недорогие. Это бюджетный отель. И, конечно же, его главное преимущество – это первая береговая линия. Ой, здесь прям как в Тунисе, как мы ездили в город Сидибусаид. И вот весь город в Тунисе. Кто был, друзья, в этом городе белоголубом Сидибусаид? Ну, конечно, здесь очень красиво, правда. Интересно так. Такой стиль вообще. Вы посмотрите, боже, как красиво. Санторини. А, это тоже бар в Санторини. Ой, кайф! Вы посмотрите, как здесь прикольно. Ой, зеркало на весь рост. Привет-привет, друзья! Да, ну здесь, конечно, задние виды. Просто пять баллов. Нет, десять из десяти нужно ставить. Друзья, я попала в Тунис. Я в Тунисе! Ну, красиво, колоритно. Колоритно, мне очень нравится. Ну, и, конечно же, друзья, сумасшедшие виды. Просто сумасшедшие виды. Вот, нашла я ресторан. Ой, как здесь красиво! Очень хочу, чтобы камера, конечно, передала вам эту атмосферу, потому что здесь, правда, атмосферно. Мне очень интересно, как здесь будет вечером. Я вот уже себе представляю, как здесь будет кайфово вечером. У меня аж настроение поднялось после моего номера. После увиденного вообще. Правда, настроение после увиденного, конечно, однозначно поднялось. В общем, виды сделали мой день. Так, друзья, продолжаем дальше с вами знакомиться с отелем и искать, где можно пообедать. Итак, друзья, ну и, конечно же, всеми нами любимое, известное кафе Парша. Так, друзья, спускаемся вниз. Я все никак не могу найти, где же здесь можно покушать. Вот, посмотрите. И так много людей. Несмотря на то, что сейчас время, сейчас час дня, второй час, но, тем не менее, здесь уже очень много... Ой, а что это тут происходит? Ой, а что это тут происходит? Боже мой, а зачем такая очередь? Друзья, вы посмотрите. Вот где все люди. Вот, друзья, где все люди. Вот они. Все туристы отдыхают в отеле Фараана Рив 4 звезды, друзья. Welcome. Давайте, я вам покажу еще чуть-чуть видов, но я не могу понять, куда такая очередь. Друзья, вы представляете, это вся очередь в ресторан на обед. Просто банально не хватает мест, и вот такая вот собралась очередь. Я, конечно же, тоже стою очереди, и ждут, когда освободится столик, чтобы зайти и пообедать. Да, правда, я теперь понимаю, где все туристы отдыхают. Ну, конечно, друзья, здесь... Я понимаю, почему здесь так много людей. Здесь атмосфера. Я вам просто не могу сказать, насколько здесь атмосферно, насколько здесь круто, красиво. Ну, и, конечно же, этническая музыка с фарша, кафе. Ой, обязательно, обязательно сходим с вами в фаршу, посмотрим, что там и как там, какая ситуация сейчас. Ну, глядя на то, сколько туристов отдыхает в отеле Фараана 4 звезды, я могу представить, что происходит в фарше. Друзья, ну, по правде сказать, конечно, мне уже не хочется обедать, потому что очередь практически не движется. И, знаете, стоишь как бедный родственник, смотришь, как в ресторане люди неспешно себе едят, наслаждаются атмосферами, едой, а ты стоишь такой, знаете, и думаешь, когда же, когда же уже моя очередь? Нет, ну, я не знаю, конечно. Виды здесь просто сногсшибательные. Просто, я просто в восторге, правда. Ну, посмотрим. Я не знаю, как будет дальше, что, какая ситуация в ресторане на завтрак, обед, на завтрак и ужин. Обед мы с вами видим. Я разговаривала с туристом, говорят, что именно сегодня очень большой заезд, потому что вчера такого не было, не было такой очереди, не было вот столько туристов, места было достаточно всем. Вот, ну, сегодня, конечно, это, ну, как-то такие ощущения, не знаю, я правда, сколько здесь простою, вообще обед хоть не закончится, время обеда. Боже мой, друзья, поздравьте меня, я как-то проскочила весь этот ужас, там уже люди ругаться начали. Ну, правда, ну, у меня второй шок за сегодня. Да что ж такое, я уже не знаю, какой здесь отдых меня ждет, друзья. Ну, обязательно со всем будем знакомиться. Я вам показываю просто, это сумасшествие в ресторане. Вы посмотрите, все люди действительно, друзья, все люди отдыхают в отеле Фарана Риф. Здесь просто негде яблоку упасть. Я такого количества людей не видела, правда, даже в Турции не видела. Так, друзья, значит, давайте будем знакомиться с вами с ассортиментом блюд. Капуста, синее, белое, перец, солености, огурчики, кетчуп, майонез, цукини, салатик, что-то похожее на наше оливье, горошек, дальше, картошечка, перчик, макарончики. Здесь у нас что? Оливковое масло, значит, гранатовый соус и лайм. Очередь за чем-то стоит, видимо, очень вкусным, потому что очередь, большая очередь. Здесь у нас гриль, ребра, ой-ням-ням, ой-ням-ням, какая красота. Я, когда спускалась, искала в ресторан, и когда уже спускалась к ресторану, видела с крыши большой столб дыма. Думаю, что это, откуда это? Вот вам, пожалуйста, это гриль. Так, здесь у нас рыба. 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 Ой, какая она аппетитная, вкусная. Это рыба. Ну да, мне уже нравится. Посмотрим дальше. Видимо, есть зачем стоять в очереди. Дальше, значит, сладкое. Показываю сладкое. Также по фруктам. Финики, виноград и апельсин. По фруктам скудноватенько. Так, дальше у нас водичка. Автомат. Кофе-автомат. Как я скучала за кофе-автоматом. Правда. Значит, здесь у нас эспрессо, горячий. Ой, black coffee, капучино, макочино. В общем, такие автоматы в каждом отеле в Турции стоят. Также напитки. И здесь у нас что? Паста. Ой. Вы посмотрите, какая красота. Хватит. Спасибо. Друзья, вы посмотрите, какой вообще столик я себе урвала. Какие здесь шикарные виды. Вот так вот я буду обедать. Буду обедать с такими вот шикарными видами. Не, ну конечно. Так будет очень вкусно. Очень вкусно и аппетитно. Да. Я, конечно, просто в шоке. У меня уже третий шок. Да, конечно, я в шоке от происходящего. Итак, друзья, сейчас мы с вами посмотрим за чем же таким вкусным такая большая очередь. И да, я снова стою в очереди. Ну, посмотрим, что там сверхъестественного вкусного дают. Да? Очень приятно. Спасибо. Когда вы начали гладить. Я. Жить по-разному. Да, да. Как вам этот отель? Ну, мы... Девочки. Ой, ребят, встретила свою подписчицу. Очень приятно познакомиться. Как вас зовут? Сара. Очень-очень приятно. Расскажите, как вам отель? Вот ваши впечатления. Нашим зрителям будет очень интересно. Мы были в прошлом году. Так. Было намного лучше. Было намного, да? Наверное, не было такой очереди. Народов много, да. Неорганизованность или в чем здесь проблема? Мы пока не поняли. Второй день только. Второй день только. Да. В общем, ощущения такие неоднозначные, да? Неоднозначные. Неоднозначные. Спасибо вам за комментарий. Девочки, хорошая. Спасибо большое. Так, друзья, значит, смотрим. Здесь у нас рис, картошка, картошка, лаваш. Я не хочу. И мясо. Я не знаю. Это самый долгожданный обед в моей жизни. Правда. Спасибо. Ну вот, как-то так, друзья. Друзья, на что я еще обратила внимание, что в отеле фараона 4 звезды процентов 80 это итальянцы. Вот. Очень-очень действительно много. Я давайте вам покажу, что же я себе взяла на обед. Пасту я вам показывала, мясо, рыбка, картофель, огурчик, перчик, значит, финия капуста. Ой, очень тяжело, конечно, здесь вообще сосредоточиться. Просто, друзья, я вам не могу передать эту атмосферу. Это какой-то такой бешеный ритм. Все бегают, суетятся очень громко. Виды, конечно, смокшевательные, да. Но насколько я устала, пока я выстояла в очереди, пока я обошла, значит, с тарелкой и выбрала себе блюдо, которое я хочу, пока обратно же выстояла за этими блюдами в очереди. Вот. Ну, я не знаю. Правда. Это, конечно, не очень радует. Как-то так. Просто, ну, удивлению нет предела, что ли. Действительно, очень много отдыхающих. И, конечно, неудобство просто сумасшедшее. Я не понимаю одного. Почему отель не предусматривает какие-то, не знаю, дополнительные столики в таких вот ситуациях, да, когда вот идет полноценная стопроцентная загрузка отеля? Почему никаких действий со стороны отеля администрации не происходит? Неужели так тяжело доставить этих столиков, там, этих стульев, чтобы люди не стояли в очереди, где-то гости к вам едут, едут с разных стран? Отель действительно пользуется спросом, популярностью. Что происходит, я не могу понять. Действительно, очень, конечно, мне вот это вот все удивительно, то, что не очень приятно стоять, значит, минут 40 в очереди в ресторан, потом вот везде на процессах тоже везде очередь. Ну, как-то, друзья, неорганизовано, что ли, но это мягко сказано, неорганизовано. Пообедала, в принципе, пообедала вкусно, вот, значит, очень вкусная рыбка на гриле, правда, там очень много лайма в рыбке, он прям чувствуется, такая кислинка, очень-очень вкусная, специй нет, очень мягкая говядина, кто любит говядину, я не любитель говядины, поэтому я у вас не в восторге, скажем так, от говядины, говядину меня любит Александр, он был бы, конечно же, в восторге. Я также пошла за десертиками, что же я себе взяла? Так, значит, такие вот две пироженки, ну и вот такие вот две пироженки, ну и, конечно же, латешечка. Правда, в Египте мне очень не хватает именно кофе с автомата, вот, здесь в Фараане, в отеле Фараана Риг, 4 звезды, я это нашла. Друзья, показываю вам еще раз обстановку в ресторане, и, как вы видите, уже все, уже время у нас сколько? Без 10,2, и кафешка все пустеет и пустеет. Официанты убирают столики, столиков уже свободных полно, вот, когда нужно приходить здесь на обед. Я так и буду делать, я больше не буду идти в пик. Вот, так, ну что, я пью свой латте, ем свои пироженки, и мы с вами будем бежать дальше. Нет, друзья, кафе все-таки не опустело, даже в 2 часа дня. Просто очень много людей мариновали возле входа снова, вот, я не знаю, либо же на процессах там что-то с едой наполняли, возможно, мармиты, или я не понимаю, почему, но снова, наверное, я не считала, сколько там человек, но много, много, правда. Возле входа, значит, это перегородка и людей в ресторан, кафе, кафе, ресторан кому как не пускали. Вот, и я же сидела и наблюдала, тут уже, наконец-то, открыли, и вот, пожалуйста, вот, снова снова, 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 сейчас все столики, которые освободились, сейчас все столики будут, конечно же, наполняться людьми. Так что мой план не сработал. Без разницы, приду я к концу обеда, либо к началу обеда, я так понимаю, что в очереди нужно будет стоять в любом случае. Ну, хотя, может все измениться, посмотрим, не знаю, это мои первые часы, можно сказать, в этом модели. Друзья, нужно, конечно же, отдать должное мальчишкам-официантам, ребятки очень стараются, несмотря на то, что вы видите, что здесь просто-просто очень-очень много людей. Как я люблю говорить, отель переполнен, правда, это слово именно вот к этому отелю можно применить со спокойной души. В общем, официанты, ребята, стараются, все убирают. Также слышу, что гости заказывают себе кофе, вот, эспрессо, стараются подносить. Не знаю, как насчет сервиса, но действительно ребята стараются, вот, и это хорошо. Я когда пришла, мне сразу спросили, сколько человек, я говорю, что я одна. Вот, меня посадили за такой вот хороший столик, прям с видом на море, на первую береговую, вот, хорошее место. Ну вот, спасибо за это ребятам. Также постоянно следили, чтобы там салфетка грязная или там тарелка грязная, все это убиралось. Ну, в общем, официанты молодцы. Я не знаю, правда, как они со всем этим справляются, вот. Ну, они очень стараются, очень стараются, это обидно, это приятно. Как вы слышите, в кафе фарша доносятся звуки, музыки, звуки Египта. Ой, очень жарко сегодня, друзья. Кафе вот вечером можно прийти или после ресторана, не знаю, выйти, заказать себе какой-то вкусный коктейль и посидеть с такими вот шикарными видами. Правда, я не знаю, как это кафе выдерживает конкуренцию с кафе фарша. Правда, я не знаю, я, например, бы, конечно же, бежала бы в кафе фарша, причем каждый раз. А еще вам чуть-чуть видов в ленту из солнечного Шарм-Аль-Шейха. Интересный отель. Мне, правда, очень интересно здесь отдыхать будет. Мне, я могу сказать, что, конечно же, с первых минут мне здесь понравилось. Ну, мне, конечно же, понравилось... Ой, это у меня одно из главных таких вот факторов. То, что мне, конечно же, понравилось то, что рядом кафе фарша и такие вот сногсшибательные виды. Мне очень нравится вот эта вот этническая музыка. В общем, мне нравится именно обстановка в этом отеле. Видимо, этим этот отель, Фараан Ариф, он и подкупает очень-очень многих туристов. Особенно из Италии. Друзья, показала я вам чуть-чуть территории, показала обед. Мы с вами полюбовались красотами, чуть-чуть познакомились с отелем. Друзья, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Кто отдыхал в этом отеле, делитесь, рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось. Приехали бы вы в этот отель еще раз. Мне будет очень интересно. Это помогает не только мне, но и также потенциальным туристам. Друзья, задавайте ваши вопросы, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok